Инфинити GX Инфинити GX проектировали под нужды американского потребителя. В сегменте семи местных кроссоверов Nissan пока что новичок. В общем, японцы решили совместить все тренды современного автопрома в одной машине. Сделать практичную и вместительную машину, но при этом не превратить ее в скучный сарай и оснастить всеми люксовыми атрибутами. Примерно такой подход использовали японцы при создании Инфинити GX. В основном дизайнеры и конструкторы учитывали пожелания американцев, то есть главных покупателей. На строгий суд публики модель представили два года назад на автосалоне в Лос-Анджелесе. Восторга по большому счету не было, хотя и критики тоже. Компания уверена, что в России будут высокие продажи. При длине почти в 5 метров машина не смотрится громоздкой. Но получилось ли она красивой? Вот здесь мнение расходится. 20-е диски, узкие фары, рельефный капот, фирменная решетка. Элементы бесспорно симпатичные. Но гармонии в образе нет. Линии кузова и креативные задние стойки совсем из другой оперы. Все же это не спорткар. Да и на молодежь автомобиль вряд ли ориентирован. Кожа, деревянные вставки, к слову, натуральный кленовый шпон. Кресло с хорошей боковой поддержкой, регулируется во всех направлениях. Руль тоже с электрорегулировкой, но только кожа на руле немного грубовато. Пара слов о мультимедиа. В нашей машине установлена система с 7-дюймовым цветным дисплеем. Хорошая графика, качество картинки тоже на уровне. Японцы явно старались максимально рационально использовать пространство в машине. Подстаканники, кармашки, ниши здесь в изобилии. А как вам такой бардачок? Ну, очень вместительный. Никогда такого не видела. Удобно. Причем, в отличие от многих псевдо-семиместных конкурентов, места сзади действительно достаточно. Так что долгая поездка в укомплектованном людьми кроссовере не станет тяжкой мукой. Второй ряд сидений тоже регулируется и даже есть подогрев. По центру климат-контроль и в качестве опции можно заказать развлекательную систему с двумя дисплеями. В общем, не тесно, как вы видите, и не скучно. А еще есть панорамная крыша. Самое интересное, третий ряд. Вполне полноценные сидения. И залезть сюда совсем не сложно. Что касается пространства, взрослому, конечно, будет тесно, но дети разместятся с комфортом. С шумоизоляцией у этой машины все в порядке. А что у нас с акустикой? Включаю радиостанцию Москва-ФМ. Звук на уровне. Можно смело ставить 5 баллов. За звук отвечает аудиосистема Bose с 12 динамиками и сабвуфером. Меломаны жаловаться не станут. А теперь один из главных тестов в городских условиях. Тест на маневренность. Диаметр разворота 11,8 метров. Немало. Но если вспомнить, что машина в длину почти 5 метров, то результат не покажется таким же плохим. Но только ли для семейных поездок годится GX, ведь это все-таки Инфинити? Попробуем добавить немного экстрима. Едем на специальную площадку. Разобраться в ходовых качествах новинки нам помог шеф-инструктор школы безопасного вождения Дмитрий Гунин. Диман, надо экстремально протестировать. Давай попробуем. Поехали. Площадка очень маленькая для этого огромного крокодила. Ну давай восьмерку сейчас сделаем и все поймем. Но звук прям как на гоночном треке. Звук как на гоночном треке, но не хватает, конечно, этому автомобилю мотора. Двигатель у GX только один. Уже известный по другим моделям концерна бензиновый V6 объемом 3,5 литра. Он выдает 262 лошадиные силы и 335 ньютонометров крутящего момента. Дим, предлагаю разогнаться и затормозить. Режим спорт, система отключена. Погнали. Плохо тормозит? Плохо тормозит. Разгона тоже нет, мотор очень маленький. И попробуем еще ее в занос опустить. Здесь скорее идет снос, чем занос. Смотри, тут 4 режима. Давай мы с тобой включим спорт. И как раз посмотрим, на что она способна. Разница ощутима. Машина более резвая. В спортивном режиме, конечно, она повеселее. Получается, что ничего экстремального из нее выжить нельзя. Адреналин нельзя получить. Мне непонятно, как она управляется. Слишком большая, слишком длинная база. Скорее всего, это бизнес-машина для того, чтобы мягко ездить с водителем и сидеть сзади. Несмотря на энное число инноваций, эксперты говорят, что JX – отчасти устаревший автомобиль. Ну, во-первых, платформа. Все та же ниссановская тележка D, такая же, как на Murano 2009 года. А во-вторых, двигатель. Ведь речь идет о V-образной шестерке, что стояло еще на небезызвестном купе 350Z. А ведь эта история практически десятилетней давности. Но и, разумеется, дизельных установок для своей новинки японцы не предлагают. В общем, все понятно. Для гоночного трека кроссовер не годится. Может быть, тогда на бездорожье он себя лучше проявит. Все-таки полный привод. Едем проверять. Оценить проходимость Infiniti GX мы позвали Александра Косарева, участника экспедиции 4х4. Саш, привет, я уже здесь. Ну, наконец-то. Я уже заждался. Поехали. Я правильно понимаю. Сначала водная процедура, потом грязевые ванны. Ну, и напоследок лес. Почти сразу становится понятно. На пересеченной местности этой машине будет нелегко. Сколько грязи. Саша, куда ты меня зовешь? У меня была чистая белая машина. А сейчас что это? Крыша у тебя еще белая. И ты еще едешь. Ну, как ты тут? Нормально. Ну, лужу ты нашла хорошую. Ну, ты же проехал. Ну, я-то все-таки чуть повыше. И у меня все-таки не совсем красновер, а практически полноценный джип. А с той стороны вообще никогда? Там очень глубоко. Слушай, а мы хорошо сидим, кстати. Сидим хорошо, да? Да мы прекрасно сидим. Нам нужна сторонняя помощь. Мы не вылезем. Хорошо, что выбрались. Эта машина точно не годится для бездорожья. Да, она, наверное, неплохо себя чувствует на обычной дороге. Но в воде и в серьезной грязи она не годится. Я думаю, что этой машине реально не хватает межшассивных блокировок. Хотя бы даже электронных. И, наверное, имеет смысл чуть-чуть увеличить дорожный просвер. Так, у нас появилась уже какая-то ошибка. Ну, оно и понятно. Для прохождения водных преград JX не предназначено. Итак, что мы имеем в итоге? Не на словах, а на деле вместительный семиместный кроссовер. Под завязку, напичканный системами безопасности и электронными помощниками. В актив стоит занести и качество материала в салоне. В то же время дизайн новинки получился уж очень на любителя. Устаревший мотор, в свою очередь, вряд ли порадует владельца запредельной динамикой. В базовой комплектации машина стоит 2 миллиона 330 тысяч рублей. Наша топовая версия с дополнительными опциями обойдется на 420 тысяч дороже. В целом, впечатление от машины неоднозначное. Но если отбросить скептицизм, у JX есть все, что нужно обеспеченному семьянину. И, наверное, в России мы все-таки привыкли немного другим Infiniti. Агрессивным и мощным. Но это же кроссовер, и своего покупателя он обязательно найдет. И не важно, какая у вас машина. Главное, помните, тише едешь дальше, будешь.